Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этот раз будет история из жизни, а именно о том, как я лечился от игровой импотенции. На самом деле, этот ролик важен абсолютно для всех людей, любящих играть, поскольку практически у каждого геймера будет вперед жизни, в который он не будет больше хотеть играть. В этот раз я вам расскажу, как я вообще этим «болел», почему на мой взгляд это произошло и как я с этого более-менее вышел. Перед началом видеоролика, как всегда, ставь лоис, подписывайся на канал, чтобы его поддержать и... гоу, начнем, короче. Начнем с того, что я начал играть с ранних лет. Смотрите, какой пиздук, это Максимка, он... 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 он компьютер смотрит. Первой консолью стала Sega Mega Drive, далее Dreamcast, Sony PlayStation 2, ПК, Xbox 360 и дальше все следующие Xbox'ы. Мне всегда нравилось играть, поскольку ты в какой-нибудь момент можешь вжиться в роль того или иного персонажа, побыть там Человеком-пауком, может быть Гонщиком и так далее. Игры мне всегда дарили положительные эмоции, я всегда их ждал, следил за ними, искал какие-то там новинки и, в принципе, вся эта радость длилась очень и очень долго, по сути, больше 15 лет. Вы, наверное, спросите, нахера я вставил нарезку, как я бреюсь? На самом деле, я сам не знаю, просто вы чё-то чухали меня за бороду, в итоге держите, смотрите, как я ее сбриваю. Идем дальше. Раньше я играл только в сюжетные одиночные игры, поскольку интернета у меня не было, мы не могли его, там, подключить из-за переездов, но с года 2013-го все изменилось. И, как вы знаете, для меня преимущественно стали онлайн-игры, там, Батла, Колда, Titanfall, Гирия, Хейла и тому подобное. Держали они меня вечерами, я реально не мог оторваться от них и все было здорово. К тому же, раньше еще была такая тенденция, что каждая новая игра, она была круче предыдущей, и если вдруг кто-то на моем канале впервые, если что я консольщик, на ПК я играл лишь 2 года, остальную часть своей жизни я провел только играя на консолях. Несмотря на свою любовь к видеоиграм, я никогда не забывал гулять с друзьями, заниматься спортом, учиться и так далее. Даже скажу вам больше, среди друзей и знакомых в классах 5-7 было даже как-то зашкварно задротить. Мол, фу, задрот, сидишь целый день играешь, го погуляем. И поэтому, несмотря на новинки, на игры, мы гуляли, общались и обсуждали эти самые игры. Честно, до определенного момента я вообще не понимал, как может быть такое, что просто не захочется играть. Как это вообще? Ну, типа, я люблю видеоигры, во много чего хочу поиграть, да и вообще, я не верил во всю эту фигню, поскольку у меня не было представления, как это вообще может быть. Та, в кавычках, болезнь, о которой я вам рассказываю, называется игровая импотенция. Это тогда, когда человека больше не тянет к видеоиграм и полностью пропадает желание проводить время там за консолью или ПК. Короче, тупо не стоит на видеоигры. Многие зрители этого видоса, скорее всего, не столкнулись еще с таким недугом, тоже, как и я раньше, не могут поверить в это, как это вообще возможно. Но, на самом деле, я рад за вас, что вы еще не столкнулись и надеюсь, что вы с этим не столкнетесь, ибо это ужасное чувство, поверьте. Так вот, как я вообще первый раз этим болел? Если что, этой фигней я страдал два раза. Первый раз у меня был где-то в 2018 году, если не ошибаюсь, в начале. Тогда я играл в Гирю 4, в Titanfall 2, поигрывал в батлу. Короче, в то время я очень жестко зависал, как всегда, в онлайне и играл каждый вечер. В какой-то момент, вот вообще, совершенно случайно, типа, вот я всегда играл, наступает вечер, вроде бы по планам, по какому-то там графику. Ну, в общем, как всегда, я должен был поиграть. И когда я взял геймпад и сел на свое игровое место, я почувствовал, знаете, что я почувствовал? Ровно, ничего. Вообще ничего не почувствовал. Это было настолько пустое ощущение, что ты не понимал, что ты вообще делаешь. Зачем ты играешь? Ты что-то чувствуешь? Тебе это нравится? К сожалению, ни одного ответа на этот вопрос у меня в голове просто не было. Это, знаете, было ощущение совершенно бесчувственное, совершенно пустое. Почувствую, это, знаете, напоминает, наверное, когда ты не хочешь кушать, когда у тебя нету просто аппетита. Вроде бы еда лежит на столе, вроде прикольно, вроде хотелось бы поесть, но тебе просто не хочется. И вот такое вот ощущение было и с играми. Я, по-моему, в тот же вечер все-таки зашел в Titanfall 2, кстати, это моя одна из любимейших игр. Я поиграл в него совершенно без чувств, без интереса, без эмоций. И как-то я не придал этому значения, но потом уже на второй, на третий, на четвертый день я понял, что я играть просто не хочу. Мне это, знаете, как-то то ли надоело, все одно и то же. Я стреляю, бегаю, выиграю, проиграю, а эмоций ноль. Опять же, это очень сложно представить и понять, как это возможно, но я вам говорю, как оно есть. И это самое отвратительное чувство, поверьте. В моем случае оно было отвратительное, поскольку игры это мое самое главное хобби. Пожалуй, не было бы ни дня, чтобы я там не читал новости, не играл или с кем-то это не обсуждал. И когда в твоей жизни наступает такая херня, что тебя просто не влечет к этому, ты задумаешься, а что делать дальше? Чем заниматься? Ведь раньше от игр, от побед, от игровых механик ты все равно ловил какой-то кайф, а тут просто тишина. Это чувство продлилось около месяца, может быть даже чуть больше. Я реально тогда охладел к играм, начал думать, почему так получилось, и пришел к выводу, что у меня просто давно не было той игры, которая бы меня немножко взбудоражила. Ну и, наверное, подарила бы мне каких-нибудь там крутых эмоций, поскольку я много зависал в онлайне, а онлайн это, ну, по сути, одно и то же. Когда делать было нечего совсем, я пытался пересилить себя, во что-то поиграть, но мне не удавалось словить от этого кайф, я понимал, что надо как-то выходить с этой ситуации, и просто начал проходить одиночные сюжетные игры, которые когда-то хотел пройти. Включил, к примеру, Alan Wake перепрошел, прошел первого Witch Dogs, включил GTA 5, ее тоже прошел. Да, если что, GTA 5 я прошел далеко от даты выхода, ибо она почему-то меня в первое время не цепляла. И такими вот темпами, одиночными играми я вылез с этой ситуацией, поскольку та или иная игра мне давала, ну, чего-то нового, какие-то новые эмоции, и немного зажигала тот самый интерес. Короче, с той ситуации я вылез, и когда я проводил, по-моему, очередной стрим, это было, опять же, где-то, может быть, год, может быть, полтора года назад, я понял, что я опять ловлю эту болезнь, ну, в кавычках. И снова просто нихрена не чувствую при игре. Во-первых, я стал намного жестче уставать, поскольку работа, ну, а во-вторых, просто почему-то не возникало желания играть. Если кто-то не верит, что такое может быть, то, в принципе, я в эту беду попадал не один. В ТикТоке, например, пацаны часто записывают прикол на эту тему, мол, я собирал ПК, копил, а в итоге мне уже и не хочется играть. Ну, или на стримы к нам часто заходят люди, которые пишут, что заколебали все эти игры, хочется чего-то нового, или просто уходят с этой сферы и больше, ну, не смотрят за каналом, не пишут в сообщество и так далее. Короче, это реально true история. Так как я на тот момент стримил, я все равно решил немного прерваться, пристановить эту деятельность, ибо заниматься тем, что мне не нравится, я не могу и не хочу. И, в общем, игры я снова оставил в покое. Тогда я тоже, кстати, пришел к выводу, что все как-то надоело, все одно и то же, новых игр особо не выходило, и, знаете, какой-то день сурка. К тому же я очень начал, опять же, уставать к вечеру на работе, и, короче, немного просто на игры забил. Но, знаете, второй раз с этой фигней я вылез намного быстрее, поскольку я не стал по этому поводу заморачиваться, как-то зацикливаться, как-то пытаться вернуться. Я просто начал больше отдыхать, больше заниматься спортом, общаться со своей семьей, что-то смотреть, там, фильмы, аниме, сериалы. И после всего этого, когда уже начало появляться время, я такой, блин, а Гова что-нибудь поиграю. Еще, кстати, очень важная инфа для тех, кто столкнется с этим недугом, попробуйте поменять жанр игр. Во всей этой теме мне, кстати, очень понравились инди-проекты по типу Limbo, по типу Little Nightmares, Inside. Эти игры вас не заморачивают, увлекают и, наверное, дают новый взгляд на все вот эти вот игрушки. Я просто в свое время мало имел дела с инди, так как больше я все-таки казуал, мне нужны крупные, красивые проекты. Но, оказывается, есть и проекты поменьше, но с точки зрения эмоций они, на мой взгляд, дают даже намного больше. Если давать совет всем тем, кто столкнется с этой штукой или находится в таком состоянии, то просто делайте, что вам по душе. Не зацикливайтесь на этом, не нравится играть, не играйте, сходите погуляйте, подышите свежим воздухом, сходите там в парк аттракционов или куда-нибудь развлечься. На самом деле, развлечений дофига и просто главное желание. Просто сидеть перед монитором всю жизнь и особенно тогда, когда тебе это перестает приносить удовольствие, лучше не стоит. Живите, как говорится, дальше, радуйтесь и просто получайте удовольствие. В мире, на самом деле, много всего интересного и самое главное уметь найти этому замену. И тогда, когда вы начнете больше отдыхать и к тому времени, может быть, выйдет та игра, которая вас очень сильно зацепит, и, наверное, эта фигня пройдет и вы снова вернетесь к этому хобби, а именно к любви к видеоиграм. Вот такая, в принципе, история жизни. Я надеюсь, она вам понравилась, может быть, кто-то увидел что-то похожее из своей жизни. Если это так, то ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свою историю, если вдруг она у тебя есть. И большое спасибо за просмотр, до новых встреч.